Президент Игорь Дадон предлагает назначить президентские выборы на 1 ноября 2020 года. Об этом он сообщил после традиционного совещания с председателем парламента и премьер-министром. «Слышал спекуляции по поводу того, что мы попытаемся перенести выборы на следующий год или предпримем какие-то другие действия, чтобы оставаться как можно дольше в должности. Чтобы отмести все эти инсинуации, я решил предложить назначить выборы президента на 1 ноября 2020 года. Согласно законодательству, очередные президентские выборы должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября. Поэтому я предложу парламенту, чтобы на следующем заседании принял постановление о назначении даты выборов на 1 ноября». Второй тур выборов президента в 2016 году состоялся 13 ноября. Игорь Дадон вступил в должность 23 декабря. Согласно законодательству, следующие выборы президента должны состояться в период от 30 до 60 дней до истечения мандата действующего президента с 23 октября по 23 ноября 2020 года. Также после заседания высшего руководства страны Игорь Дадон заявил, что вопреки прогнозам оппозиции нынешнее правительство справилось со всеми вызовами последних месяцев с минимальными потерями. По словам главы государства, за шесть месяцев с момента утверждения правительства КИКО исполнительная власть прошла несколько испытаний на прочность. Она предотвратила энергетический кризис, эффективно управляла государственным бюджетом, а в последние месяцы столкнулась с новой проблемой – эпидемией коронавируса. «Те, кто правил до тех пор, были уверены, что мы вступим в энергетический коллапс. Правительство преодолело эту угрозу. Оппозиция также заявила, что без внешнего финансирования Молдова не выживет. Руководство правительства преодолело эту ситуацию, управляло доходами. Началась пандемия, кризис, вызванный ковид. И оппоненты говорили, что мы не справимся. Но давайте признаем, что правительство справилось с этой ситуацией с минимальными потерями, и практически по подавляющему большинству показателей ситуация в нашей стране гораздо лучше, чем в большинстве европейских стран».